А теперь вы пойте, я пока щелкну. Всем привет, привет! С вами снова я, Антон Илай, это очередное видео в канале. И да, сегодня 30 августа, и мне сегодня исполняется 20 лет. И знаете, год назад я выпустил видео, которое называлось 19 вещей, которые я узнал за 19 лет, или как-то так оно называлось. Я подумал, почему бы мне не снять похожее видео, только когда мне будет 20. И вот прошел год, и я такой, черт, мне уже 20, и нужно снять это видео. И буквально-таки последние пару недель я выписывал какие-то маленькие советы или маленькие рекомендации, которые я могу вам дать. И, в общем-то, скорее всего, я назову это видео как-нибудь 20 советов для 20-летних. Или что-нибудь о на духе, быть еще. Дикция не меняется с годами. Ну, в общем-то, да. Поэтому, если вам интересно это видео, давайте начнем. Первый совет, а точнее небольшая рекомендация, это то, что перестаньте пытаться понравиться всем. В жизни ваше когда-нибудь такое воздействие, что кто-то вас все равно не будет любить, или вы ему не будете нравиться. Просто по какой-то причине, ну, не знаю, может это ваше существование, может какие-то другие факторы. Но, вот просто возьмите 100 родовных человек, вы понравитесь там 99 из них, и одному вы все равно никогда не понравитесь. Просто примите этот факт, что вы не можете нравиться всем, и перестаньте пытаться так сильно просто понравиться одному одному ничтожному человеку. Зареточьтесь на остальных людях, которым вы нравитесь. Если вы кому-то не нравитесь, или вам кто-то не нравится, этот совет так и так работает в обе стороны, не пытайтесь ему понравиться. Зачем вы это делаете? Много, больно, чести. На одного человека, вам не кажется? Следующий совет я нагло спорю с Еленой Гомес, и ее песня, которая называется Kill Them With Kindness, убивайте добротой, ребят. Не нужно отвечать агрессией на агрессию, не нужно отвечать там плохим на плохое и так далее и тому подобное. Отвечайте людям, которые пытаются вас задеть, или пытаются над вами пошутить, или что-то неприятное вам сделать, отвечайте им добротой. Потому что добротой ответить гораздо сложнее, нежели ответить желчью или плевком в их сторону. Потому что, ну, зачем вам показывать, что вас задели, и зачем вам показывать, что какой-то человек пришел, нагадил, и вы такие... Просто скажите себе. Выдохнули. Вдохнули. Скидки вычинь, да? Вы были прекрасные, красивые, умные, добрые, невероятные до того, как вам кто-то это сказал. Если какой-то мальчик, девочки, ну, или мальчики, к вам подошел и говорит вам, что ты красивый, или красивая, или красивая, я не знаю, я уже запутался. В общем, вы поняли, о чем я говорю. То, ребята, вы были такими до того, как вам кто-то сделал этот комплимент. Просто подумайте, не дайте комплиментам... Не, вы, конечно, их принимаете, потому что принимать их-то всегда нужно. Но не дайте комплиментам засорить вам голову. Вы были такими до того, как вам кто-то это сказал. Я надеюсь, я правильно сейчас это сказал, потому что моя дикция нифига не работает. Потому что я что? Я уже вмазал. Правильно. А что, мне 20 лет, мне уже можно. Никогда не вертись стереотипам и не судите людей по стереотипам. Будь то это страна, или просто человек, или там пол, или что-то другое. Никогда не судите человека по стереотипам, потому что это сработает в один прикосновение не в вашу абсолютную сторону. Я ненавижу, когда меня судят по моим русским стереотипам, что я постоянно пью водку, катаюсь на медведях. Хотя, никто не отрицает, что я не делаю этого. Старайтесь учиться на своих ошибках, потому что наши ошибки, это наши действия, или наши поступки, или наши слова, или что-то, что мы сделали неправильно. Ну, обычно. Просто постарайтесь учиться на них, потому что вы их уже завершили, вы обратно никак это что-то отделать уже вы не можете. Так что, если вы что-то завершили, какую-то ошибку, то не делайте так в следующий раз. Запомните это у себя вот тут в голове, оставьте, и в следующий раз уже сделайте все по-другому. Но если не получилось, то попытайтесь еще раз. Кушайте домашнюю еду, пока у вас есть эта возможность, потому что в один прекрасный день вы будете по ней очень сильно скучать. Особенно, когда вы уезжаете в университет или куда-то там на работу, неизвестно куда, в общем-то, вы меня поняли, вы будете скучать по домашней идее, потому что это действительно самое лучшее, что просто... Если ваша мама с папой что-то вам покупает, будь то хоть, не знаю, булочка какая-нибудь или кофе, или же билет на самолет или айфон, или что-то в этом духе, не забывайте говорить им спасибо, потому что это очень важно, не только для вас, но и для них. Выпускной — это 100% не самая лучшая ночь в вашей жизни. Это просто достаточно веселый ночь, на который вы можете прийти, повеселиться, а потом уйти. Не нужно делать из выпускного культ. Это просто день, когда вы выпускаетесь из одного места и переходите в другое. Так что не забывайте туда ходить, веселиться, но не придавайте этому настолько большое значение. Есть еще одна вещь, которую я понял совсем недавно, это, ребят, запоминайте или просто слушайте хотя бы то, что вы учите в школе, потому что так или иначе каким-нибудь боком в вашей жизни это вам точно пригодится. Хоть то будь биология, литература, русский язык, английский язык, французский язык, айя, алгебра, геометрия, все остальное, история, общество знания, все-все-все-все-все, слушайте и запоминайте, потому что так или иначе вам это в жизни понадобится. Если в вашей жизни наступил плохой день, помните, это всего лишь плохой день, у вас не плохая жизнь. Если у вас плохая жизнь, это уже совсем другое дело, грустите, я вам позволяю. Но если плохой день, у вас что-то случилось, и у вас, не знаю, там, слезы на щеках, вы прячете их в дожде, что-то в этом духе, погрустите. Да, вам позволено грустить, но жизнь-то продолжается. Погрустили один день и пошли дальше. Сделайте себе одолжение, никогда не сравнивайте себя с кем-то. И вообще прекратите это делать, потому что вы и другой человек, это абсолютно две разные личности. Что может один человек, не может другой человек. Что один человек боится тела, другой человек делает просто с уверенностью в себе. Вы абсолютно разные личности, и перестаньте сравнивать себя с кем-то. Если ваша мама там в пятом классе он говорит, а вот Петров или Иванова там, да-бла-бла-бла-бла, скрыть с вами. Я не Петров и не Иванова, у меня твоя фамилия. И я сам иногда замечаю это за собой, когда сравниваю свои видео и видео других ютуберов и думаю, господи, какое у меня гагамнище это вышло. Нужно это удалить немедленно и сделать что-то другое. Но потом я думаю, черт, у меня же свой уникальный стиль на канале есть, люди же меня смотрят все-таки, поэтому зачем я вообще это делаю? Никогда при знакомстве с новыми людьми не пытайтесь кого-то впечатлить тем, чем вы не являетесь. Не пытайтесь быть кем-то другим. Люди вас либо полюбят, либо вас ненавидят, либо будут к вам вообще равнодушны за то, кем вы являетесь, и за то, кем вы хотите быть или желаете быть или что-то подобное. Просто будьте собой, оставайтесь собой, придерживайтесь всего вот этого, а не чего-то другого. Не нужно создавать себе каких-то вымышленных талантов или вымышленных вещей или чего-то еще. Так или иначе правда вскроется, и потом вам будет стыдно и неловко общаться с другими людьми, а вас запомнят только по вот этому. Так что не пытайтесь кем-то притворяться. Вы и так нормальны. Я повторю эту фразу еще раз. Съешьте долбанный пирожок, съешьте чертову шоколадку. Хотите кусок плицы? Возьмите три. Три. Если вы хотите тортик, возьмите тортик целиком, а не маленький его кусочек. Если вы хотите пойти в мак, сходите в мак. Если вы хотите пойти в суши-бар, сходите в суши-бар. Господи, все можно потом сходить и скинуть в тренажерке. Если вам хочется что-то скушать, скушайте, но вы не нужно так по этому поводу сильно переживать. Никто не обращает внимания на ваши дополнительные килограммы. Или ваш кусок торта, который вы съели, он у вас сразу так не отложится. Нет, он отложится. Не сразу, конечно, но все равно. Если вы захотите, вы его скинете. Это все уходит и приходит. Еда будет с нами вечно. С возрастом и с течением времени ваши друзья будут меняться. Так дайте им измениться. Они не могут оставаться уже теми людьми, с которыми вы встретились когда-то. С возрастом все меняются. Они становятся умнее, красивее. Красивее. Поправьте меня в комментариях. Они становятся абсолютно другими людьми. И вы никак не можете это изменить. Так просто примите тот факт, что люди меняются. Не нужно стыдиться того факта, что вам нужна помощь. Просите помощи. Если у вас что-то не получается, попросите кого-то помочь вам. Если вы не знаете, где вы, попросите в костюмом дорогу. Если вы чего-то не знаете, спросите. Если вы стесняетесь, поднимите руку, спросите. В этом нет ничего страшного. Люди боятся просто каким-то непонятным образом спрашивать у других людей помощи. Я считаю, что это очень глупо. Потому что когда есть возможность, ну, попросите вы помощи. В этом нет ничего ужасного. Не забывайте делать себе комплименты, хвалить себя за что-то хотя бы раз в недельку. Это построит ваш характер и сделает вам, построит, точнее, даже, не то, что построит, он укрепит вашу самооценку так, как вы на это даже не рассчитывали. Потому что, все-таки, если вам никто не делает комплименты, сделайте комплименты сами себе. Потому что это очень важно. Если даже нечего хвалить. Похвалите то, что нечего хвалить. Вот и все. Вся проблема. Ребят, татуировки остаются с нами навсегда. Только если вы не горите желанием их удалить лазером. Но, думайте при тем, как что-то набить. Потому что я вижу очень много людей, которые набивают себе что-то, а потом об этом жалеют. Так вот, татуировки остаются с нами. А, все, да. Помните об этом. Введите ежедневник, потому что мне кажется, что ежедневник это та вещь, которая так или иначе вам пригодится. Потому что, если что-то нужно записать, или у вас есть какое-то дело, или вы что-то можете забыть, запишите это. Или просто носите свой ежедневник для того, чтобы он у вас был. Он вам пригодится. Ребята, вы никому ничего не должны. Запомните это. Если кто-то вам скажет, что вы ему должны. Последний совет, который я вам дам, это просто живите счастливо. Потому что время в нашей жизни течет вот так вот. Просто я понял, что мне 20 лет, до 30 недалеко. Недавно мне было 10. И я такой, what? Живите долго и счастливо. И да, на сегодня у меня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то я очень этому рад. Надеюсь, у вас все хорошо. Надеюсь, по рекомендации советы вам помогут. Помогут. Да, с вами был я, Энтони Улай. Главное помнить, что осталось все время себе. Это чем во всех уже начинаниях. Я вас очень сильно люблю. Увидимся совсем скоро. На этом же самом месте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok